Не скажу, что это было для нас какое-то удивление. Национальный банк Республики Казахстан все-таки повелся на рекомендации Международного валютного фонда, которые, на мой взгляд, выглядели весьма сомнительными, особенно на фоне заявления Организации Объединенных Наций, которая не рекомендовала Национальным банкам по всему миру задирать учетную ставку вслед за инфляционными ожиданиями, инфляционными проявлениями, которые сейчас наблюдаются по всему миру во всех экономиках. Надо подчеркнуть, что везде повсеместно цены растут. И только некоторые страны пытаются уперто бороться с инфляцией за счет повышения учетной ставки, а значит возможному введению экономики в будущем в стагнацию. Во всех случаях так говорит экономика и наука экономики. Добрый вечер, Кривошеев, Лайф, эфир. Только в июле Нацбанк принял решение установить базовую ставку на уровне чуть более 14%. 5 сентября пресс-служба финрегулятора опубликовала новое сообщение, где также говорилось, что эту базовую ставку сохраняют на этом же уровне. Тогда свое решение объяснили тем, что оно принято с учетом складывающейся экономической ситуации в стране, борьбой с растущей инфляцией, сведению к минимуму рисков и, конечно же, основываясь на собственных прогнозах. Но, как известно, прогнозы – дело неблагодарное. Уже 27 октября вышло новое постановление Национального банка, где говорилось, что базовая ставка в стране повышена уже до 16%. А буквально вчера финрегулятор в очередной раз их пересмотрел в сторону увеличения – с 16% до 16,75% годовых. Со времен Бена Бернарки, как и все, я не могу выговорить эту фамилию, с вертолетного Бенни, когда учетная ставка была опущена чуть ли не до отрицательных значений, США подняла учетную ставку, чем спровоцировала во многом кризисные явления по всему миру, особенно в слаборазвитых экономиках, но при этом подняла ее не настолько, чтобы напугать собственных граждан. Давайте я перед тем, как со всеми начнем разгаре, попрошу вывести табличку на экран о том, как выглядят сейчас учетные ставки по всему миру. То есть мы с вами приблизительно видим расклад Турция 10, при жесточайшей инфляции почти 80%, у них там 10%. Ну мы видим Австралию, видим Бразилию, видим Великобританию. В общем-то у вас сейчас на акадах это есть, мы обо всем этом говорить не будем. Мы поговорим о влиянии учетной ставки на экономику в целом. Мы все здесь, кто собрались, достаточно серьезные специалисты в налоговом, в законодательстве, в экономике. И я начну с КНРСМАС, вопрос вот в чем. Все ожесточение споры. Впервые я увидел за последние годы, наверное, в парламенте реальную драку, фактически, ну интеллектуальную драку, когда депутаты стали задавать вопросы Национальному банку и Министерству профильной экономики, Финфину и так далее, когда стал вопрос идти о бюджете. То есть впервые депутаты начали по-настоящему интересоваться. И вы рассказали интерес, ну и мы знаем о ней, о обслуживании национального долга, который в массе своей стоит из внутренних обязательств. Правильно же я понимаю? Ну давайте, что там было, расскажите нам подробно. Мы буквально на прошлой неделе вытвердили бюджет, отправили в Сенат, и где на обслуживание долга была заложена сумма практически 1,8 триллиона в тенге. И, соответственно, коллеге было задано вопрос, куда мы идем. И, соответственно, вот это следующее повышение ставки, естественно, раз мы дефицит бюджет заимствуем, то, соответственно, она будет опять услуживать обслуживание долга. Соответственно, куда мы идем? Этот вопрос мы задавали. Значит, на что правительство сказало, что принимаются меры, и это преодолимое препятствие, как они сказали, в всяком случае. Но реально на сегодняшний день это повышение ставки. И коллеги наши депутатские запросы, это в первую очередь, на сегодняшний день мы знаем, что в экономике у нас дефицит финансов, то есть кредитования практически такого ее нет. Особенно в сельском хозяйстве она отсутствует. Соответственно, повышение это приведет к удорожанию. То есть мы боремся ценами, и в то же время завтра эти же проценты, они лягут на ту же самую себестоимость. То есть я правильно понимаю, что сейчас, во всяком случае, как говорят экономисты, большая часть кредитования, она завязана на субсидированное кредитование. Правильно же? Да. Ну то есть почти весь сектор национальный, из-за высоких ставок предоставляя банками для кредитования, вынужден обращаться к государству за субсидиями. Ну то есть получать это дешево. А государство тоже деньги не берет с потолка. Она их где-то заимствует. Им заимствует, исходя из учетной ставки, плюс какие-то проценты. Правильно же мы все понимаем? Правильно? А обслуживание долга, давайте еще раз, 1,8 триллиона тенге. Это, чтобы мы все с вами понимали, только долг, только проценты. Это мы еще не говорим о теле, плюс другие заимствования. Давайте, Оскар, знаете, что я у вас хочу спросить. Кто бенефициар, на ваш взгляд, этой порочной практики? Потому что нам все время рассказывает и предыдущий, и до него, кто был председателем Национального банка, какую-то сказку о рекомендациях Международного валютного фонда, который погубил уже не одну страну. Но в целом у этого же всего есть бенефициар. Понятно, у Национального банка есть своя аргументация, теория многоэтажная с аргументацией. Есть у него экосистема финансистов, телеграм-каналов, которые поддерживают его решения, радуются, когда поднимают базовую ставку. На самом деле в Казахстане в классический базовая ставка инфекционный интервьютир ни на что не влияет, за исключением доходов финансовых институтов, банки. У них есть ликвидность триллионная, 2-3 триллиона. Они закидывают в Национальный банк под 16% уже. Я думаю, что уже под 19%. И, соответственно, получают за это прибыль без рисков, без каких-либо издержек. И, по сути, за счет того, что нагружается бюджет, нагружается кредитование, становится дороже, идет увеличение доходов финансовых институтов, в которых есть ликвидность. Второе – это крупные держатели депозитов. То есть они тоже зарабатывают, потому что ставки по депозитам вырастут. Частные. То есть их очень немного, 20 тысяч человек у нас держат. Содержат 80%. Еще одна цифра очень важная – около 20%. Около 5% или 2% или 5%. Я вот не помню, пусть будет 5% держателей депозитов, держат 80% всех депозитов в стране. И, по сути, вся вот эта политика инфекционного таргетирования, повышения ставки, она вот в одни ворот. Ограниченного круга лиц. То есть мы делаем богатых богаче, бедных беднее, потому что они вынуждены занимать эти деньги на рынке уже не под 20%, а уже под 25%. Да, и плюс нагружаем бюджет. Да, процентов. Не могу не спросить, как у коллеги-экономиста. Считается, что попытка бороться, таргетировать инфляцию – это хорошая цель, если у тебя есть для этого все инструменты иные. Какие в экономике, ну, чтобы не меговать, а вам, какие в экономике есть инструменты борьбы с инфляцией, кроме инфляционного таргетирования, заявляемого Национальным банком? Лично я всегда поддерживаю и знаю один инструмент, который я как бы сам твердо поддерживаюсь. Это поддержка местного производителя. Однозначно. У нас этого в стране нет. У нас, я не знаю, последние 10-12 лет мы наблюдаем один и тот же отчет Национального банка. Я вот специально перепроверил все релизы, начиная с 2015 по 2022 год. Текст практически один и тот же. Меняют цифры, меняют даты. Не заморачиваются. Не заморачиваются. Кто бы ни был председателем, начиная у нас от прошлых, и сейчас Перматов докладывает то же самое. Единственная с оговоркой на геополитические сейчас условия, да? Либо ранее было на пандемические. Но вот обращаясь к вашему вопросу, я, наверное, последние 3-4 года об этом всегда говорю. Для того, чтобы мы не зависели от импортозамещения, от вот этих всех цен, которые мы наблюдаем на прилавках, нужно поддерживать местного производителя. То, что у нас не дают, в принципе, разбиваться местному производителю, да? Либо дадут развиться, но потом душат путем рейдерства. Это тоже у нас есть. Но если подходить чисто по-человечески, из гражданской совестливой позиции, нужно поддерживать нашего производителя, дать возможность производить все и выставлять на прилавки только наши. По нормальным ценам вот тогда мы зайдем к этой проблеме с другого конца. И не нужно будет каждый квартал отчитываться председателя Национального банка и что-то там предлагать по базовой ставке. Я вообще считаю вот это абсурдом, я не знаю, там, 5 раз в год, 6 раз в год, ну, пересматривать базовую ставку. Ну, вы возьмите, скажем так, по состоянию на 1 января текущего года, закрепите ее, а с инфляцией боритесь с этой стороны. Отказываться от импортного замещения однозначно нужно. Это именно вот в Казахстане решать проблему только так нужно. Ну, то есть мы же всегда говорим о том, что Национальный банк в мандате Национального, это был спор, очень большой спор. Я считаю, когда-то первый президент Устал Назарбаев сказал о том, что есть необходимость внести в мандат Национального банка ответственность за что? За монетарную политику, а самое главное за экономический рост. Чего у нас нет, и чего, например, есть, по-моему, у Банка США, он же отвечает за экономический рост в первую очередь. У нас этого нет. Но вот экономический рост, он же зависит от предпринимателя. Вы налоговый консультант, специализируетесь в области налогового права. Вот у нас, получается, такие классические ножницы в ближайшее время, они обязательно кого-нибудь обрежут, так сказать, мягко скажем. У нас есть невероятно высокая дорогая учетная ставка, которая не отражает проблемы экономики. Второе, у нас невероятная недоступность к кредитованию, а с другой стороны заявленный рост налогов. Например, на 5% обсуждается все-таки увеличение пенсионных выплат, еще другие налоги, налог на роскошь появится. Что мы делать-то будем в этой всей истории? Как развиваться? И смогут ли платить предприниматели в рамках существующей парадигмы? Могут ли они вообще развиваться? По налоговому законодательству я скажу, что было очень много обсуждений, и буквально на последних слушаниях парламента были внесены изменения. Это были последние изменения в старый налоговый кодекс, так как со следующего года уже создана рабочая группа, которая будет работать над новым налоговым кодексом. Исходя из последней сессии, можно сказать, что были на самом деле дискуссии очень такие жесткие, и депутаты даже высказали ту речь о том, что почему говорится со стороны комитета госдоходов, было сказано, что по рекомендациям МВФ, вот вы сегодня об этом опять же сказали, и там опять же были предложены какие-то изменения, и было заявлено по рекомендациям МВФ. Из сведений, которые в официальном сайте комитета госдоходов, имеется, что МВФ финансировал в 2015 году полностью всю налоговую политику, то есть были средства вложены, которые также они в иностранной валюте. То есть если опять же возвращаться к той же процентной ставке, это повлияет опять же на наши платежи, то есть государство опять же будет выплачивать. То есть мы для того, чтобы провести налоговую реформу, заняли в долларах, так ее и не провели, и теперь опять будем ее проводить, опять за чьи-то счет. Правильно же я понимаю? Все верно. То есть к чему это приводит? К тому, что за счет поднятия налогов хотят за счет местного бизнеса пополнить бюджет, но все эти изменения привели к тому, что бизнес просто уже не может выплачивать эти налоги, уже борется со всем, что вводится в этом кодексе. Поэтому было предложено объединиться всем предпринимателям, чтобы создать новый налоговый кодекс, чтобы его создал уже сам предприниматель. Вы в это верите искренне, что это возможно? Мы над этим уже работаем, у нас созданы рабочие группы. А можно это сделать без НПП как-то? Без вмешательства непонятного органа. Вам же нужны реальные игроки в этой всей истории. А я сколько понимаю, сейчас никто не хочет с НПП работать и что-то обсуждать. Все хотят какой-то прямого диалога. Будет создана площадка вне НПП, которая позволила бы скрестить депутатов с предпринимателями и реально без посредников обсуждать все. Это возможно? Мы над этим уже работаем. То есть создана площадка. Была вот буквально недавно круглый стол. Талап создал такую площадку, на которой бизнес заявил о своих проблемах. И были приглашены ассоциации разные. Депутат также был приглашен. И мы создали свои WhatsApp-группы, в которых обсуждаем уже напрямую с бизнесом. Почему я дал вам возможность, не прерывая, рассказывать про налоги? Потому что, помните, про ножницы. Налоги с одной стороны, недоступность кредита с другой стороны приводит к рецессии. Страшному, гораздо более страшной вещи, чем инфляция. Инфляция можно победить ростом зарплат, ростом доходов, стимулированием, выпуском дешевых денег. Но рецессию победить сложно. Мы все это помним по 90-м. Вопрос такой. Мы все ожидаем, что депутаты в рамках изменений, и грядущих изменений, и текущих изменений, начнут более агрессивно отстаивать политику, экономическую хотя бы политику. Потому что мы говорим, что международная участвует. Но все-таки в экономике. Будет ли надежда, что председатель Национального банка, являясь к вам, он все-таки будет вам объяснять, что происходит. Не быть ментором, как это происходит в последние годы, не высказывать. Мы так считаем, нам МВФ сказал. А провести нормальную, разъяснительную работу. И начать спорить с людьми, у которых тоже есть компетенции. Ведь среди депутатов компетенции много. Людей, знающих экономику, достаточно. Альберт Павлович, я думаю, чтобы зарубил топором действующего председателя Национального банка прямо там же. Как вы думаете, мы ждем, будем ждать это или нет? Ну, те изменения, которые на сегодняшний день в обществе, я так думаю, что коснется и этого, то, что вы говорите, что парламент будет изменять однозначно. Все-таки те политические изменения, мажоритарные, то, что 30% парламента, это будут прямые выборы, то, что будут включены однозначно, там, скажем, новые партии, и где будут те, в общем, многие вещи, которые замалчиваются, я так думаю, что, наверное, будет решаться на другом. Ну, вот сейчас бюджет, бюджет на три года, да? Да. Вы опять рассматриваете. Был же разговор отказаться опять от трехлетнего бюджета, вернуться в связи вот с этими цифрами, верстать в трехлетний бюджет невозможно. Вы же, как никто, это понимаете. Да. Вернуться хотя бы там к годовому бюджету в рамках текущих социально-экономических сложностей. Лично я поддерживаю вас, я считаю, что нам нужно однозначно возвращаться на один год бюджета, потому что все-таки планирование трех лет, когда мы не можем, конечно, нормально планироваться, один год, я так думаю, это действительно рановато. И, скорее всего, да, я с вами согласен, что планировать трехлетний гораздо шире, скорее всего, наверное, мы не готовы. Но пока этот вопрос у нас не стоит, то есть, по-трестному повестку. Сами понимаете, мы были в очень большой напряженной работе все-таки, начиная с сентября месяца, столько конституционного закона были, глобальные вот эти изменения. Все, что делалось. Опять же, тот же самый бюджет, как я говорю, почему быстро, изменения люди хотят сегодня, не завтра. Соответственно... Можно я тогда еще один вопрос вам задам, нескромный? Вот глава государства в своем, в своем программном документе говорил о том, что надо довести до 50, а, до 100 миллиардов, по-моему, долларов, да? Национальный фонд. Национальный фонд. Возрастет. И его хватит откладывать и в Национальный фонд, и закрывать доверию бюджета. Сибирь Павлович сказал, сколько у нас долговая нагрузка? 90% от бюджета, да, по-моему? Что-то такое было? Нет. Общие долги. Сколько у нас? Была какая-то цифра, буквально он недавно писал, я сейчас не могу вспомнить, о том, что у нас мы перешли критическую вот эту отметку. Не снижаем остаток, наверное. Да, не снижаем остаток. Не снижаем остаток, то да, это по Национальному фонду было. Да, да, да. Хорошо. Оскар, не могу не спросить, как специалистов в международных организациях, особенно экономических. Откуда такой фетиш Международного валютного фонда? Почему World Bank, который является, по сути, кредитующей организацией, МВФ, который кредитует, и им выгодно, чтобы экономики впадали в депрессию, почему именно они стали вот этой точкой опоры для нашей власти? Ну, вообще, МВФ, международные финансисты, они придумали вот этот режим инфекционного таргетирования. В теории, возможно, в хороших экономиках, развитых, он работает отчасти и влияет реально на инфляцию, базовая ставка, эти все инструменты. Но, в принципе, МВФ заинтересован в том, что страны испытывали какие-то финансовые проблемы, потому что основной мандат МВФ – помогать странам избавляться от финансовых проблем. То есть даже Греции и так далее. Занимать, я помню. То есть они занимают, это их основная функция. Поэтому я не думаю, что и они знают специфику нашей казахстанской экономики, учитывают те наши проблемы, которые есть, и могут давать какие-то адекватные рекомендации. Если вы почитаете рекомендации ВВФ, там очень шаблонные, вообще самый простырик – снижайте долю государственной экономики, развивайте конкуренцию, развивайте частное предпринимательство, диверсифицируйте свою экономику. Не надо зависеть от НЕФКИ. И они такие банальные, вообще неинтересные, и из года в год повторяющиеся. Но мы же за них платим. Да, и реально. Мы же платим огромные деньги. А вы, кстати, проверяете, сколько денег тратят, предположим. В общем, давайте организуем, наконец-то, запросы. Сколько вы потратили на консалдинг? МВФ, Валютного Всемирного Банка. Можно же запросить хотя бы госорганов? Конечно. Ну вот давайте. Я думаю, что это будет крайне интересная программа, когда мы будем анализировать потраченные деньги. И все-таки. В результате финансисты, они есть… Вот в чем основная проблема, и в чем нужно решать. У нас национальные банки, все центральные банки, они говорят, мы проводим независимую денежно-кредитную политику. Президент выступает в послании и говорит, нам нужно восстанавливать банки кредитование. Нам нужно, ну, по сути, снижать… Для этого нужно снижать ставку. От чего независимые, да? Да. Они приходят и говорят, по сути, это саботаж. Говорят, нет, ну вот у нас было 14,5, мы сейчас сделаем 16. Потому что мы проводим независимые. А вы все вот глупые, а мы очень умные. У нас модели есть, мы вот с МВФ общаемся, а вы не общаетесь. И поэтому мы проводим такую политику. Но при этом не объясняя ее. Но они, вот у нас парламент зависит от народа. Ну, как бы он не может проводить независимую какую-то политику. Нет, он раньше зависел от президента, а теперь будет от народа, я надеюсь. Да, у нас правительство зависит от парламента. Даже президент, политика, слышащего государства, он прислушивается к мнению экспертов, народа. А национальный банк положил, да? А национальный банк говорит, нет, вот мы сами по себе, мы в башне слоновой кости, мы самые умные, мы проводим независимые денежные кредиты. Нас никто не может влиять. Я хочу подтвердить эти слова, потому что, который раз мы обсуждаем экономику, и в который раз я не могу дозваться сюда представителем национального банка. Они просто тупо игнорируют вообще любые встречи, кроме как на своей территории, кроме как со своими купленными блогерами. Уж простите, но так оно и есть. Вопрос, наверное, тот же самый. Какая, только с другой стороны, какая альтернатива для консультаций существует у государства? Ну, то есть, вместо МВФ и Всемирного банка, что должно ложиться в основу программ развития экономики? У нас, когда пишется бюджет, либо та же, допустим, денежная кредитная политика национального банка, я не думаю, что там в каждом пункте есть ссылка на рекомендации МВФ. Есть, есть, почти в каждом. Да, почти в каждом. Там звездочки стоят почти на каждом пункте. Ну, видите, это проще так ссылаться по рекомендации МВФ. Практика, дело другое. Все живут в одной стране, все все видят, но при этом как бы приукрашивают отчеты для того, что нам ежеквартально нужно что-то делать с этой базовой ставкой. Ну, пожалуйста, пример Турции. Живой пример. Вот сосед наш держит базовую ставку, несмотря на высокую инфляцию. При инфляции 80%. Живой пример. И не нужно никуда ходить. Хотя многие ваши коллеги говорят, вот поэтому у них инфляция 80%. Но зато у них что-то происходит. Они не делают свои внутренние деньги дорогими для местного МСБ и своего местного потребителя, физического лица. Вот это вот, по сути, кредитная кабала. И опять же, насколько она будет кредитной кабалой, если, в принципе, эти кредитные деньги будут недоступны. Ну, хорошо, сделали привлекательность депозитов для того, чтобы привлечь у населения еще больше денег, либо у тех же юрлиц. То есть, наоборот, создали условия, при которых тратят деньги. А у нас и так их никто не тратит. У нас 90% очень бедного населения, которое и так не тратит и живет в экономике. Мы еще и принуждаем богатых к накоплению. Ну, в чем смысл тогда? Правильно? Я еще раз повторю. Единственная проблема, которую нужно решать внутри Казахстана, первая, вообще, зависимость от импортного замещения. Понятно, что за один год ее не решить. Но вот эту как раз планомерную программу нужно закладывать. Стимулировать траты нужно. Помните, мы как-то обсуждали в студии, и вообще на площадках обсуждали, что когда мы боремся с экономическими проблемами, нужно не помогать банкам, а стимулировать экономике, а стимулировать потребление. То, что делают Соединенные Штаты, несмотря ни на что, где у них 4, менее 4%, они все время стимулируют потребление. Несмотря ни на что, делают собственных людей счастливыми и богатыми. Почему мы не считаем нужным грабить собственный народ, я до сих пор не очень понимаю. Вопрос к вам. Советская модель, вы же финансист по образованию, экономист-финансист, даже в рамках налогового, но все равно вам это близко. Советский Союз был уникален тем, какая бы порочная, не порочная практика ни была, у него не было национального банка, который бы подчинялся правилам Международного валютного фонда. Я правильно же понимаю? У него была независимая денежно-кредитная политика, основанная через казначейство, то есть имитирование такого количества денег, которое нужно экономике, той учетной ставки, которой экономике выгодно, и, условно говоря, выполнял функцию именно стимулирования экономики. Как вы думаете, может быть, нам в рамках текущей кризиса, мирового кризиса валютно-финансовой системы, он очевиден, вот той модели, может быть, нам надо начинать возвращаться и все-таки думать о людях и их потребностях, нежели о том, как о нас будет говорить валютный фонд, держать вот эти бесконечные золотовалютные резервы и так далее, и так далее, и так далее. Как вы думаете? Вот по вашему предложению я в какой-то части соглашусь. Почему? Потому что на самом деле даже президент наш говорил о том, что необходимо так же упрощать налоговое законодательство, необходимо повернуться к бизнесу, необходимо построить так политику, чтобы бизнес приносил доход сам себе и платил с этого налоги. Но в то же время мы, получается, делаем что? Мы, опять же, бизнес накручиваем, опять же, налоги дополнительные делаем. Это ни к чему хорошему не приводит. Поэтому хотелось бы вот одно из высказываний просто повторить и сказать, дайте свободу бизнесу, освободите его от налогов. Есть примеры. Те же страны Евразес, они делают так, чтобы упростить налоговое законодательство, упростить жизнь тем же налогоплательщикам. Киргизстан взять. Они создают какие-то условия для микробизнеса, они нулевые ставки сделали. Почему бы у нас не применить такие же ставки для того, чтобы можно было поднять, опять же, производство? Он же помните, сказал и другое, что он пытается создать условия, при которых предотвратит дробление бизнеса ради экономической выгоды. Помните, когда корпорации дробятся? У нас сейчас такая же ситуация. Сговор, картельный сговор там получается, да? Да. У нас вот по снижению даже того же НДС, по снижению пороговой ставки, чему привело? Опять же, тоже дробление. То есть фирмы, которые были крупными, они раздробились для того, чтобы не попасть в этот порог. И это привело к увеличению якобы... Это просто невнимательность, нежелание государства погружаться в экономическую повестку. Нам проще вот так собрать деньги со всех. Централизовано у 5-6 компаний, которые мы можем выдать. У нас немного времени. Вопрос тот же самый, вам, коллеги. Не кажется ли вам, что вот все-таки... Еще раз повторюсь, что текущая экономическая модель, основанная на принципах Всемирного банка, Международного валютного фонда, где ты должен против массы выставлять резервы, не работает только в пользу у одного главного эмитента, у США. Он может выпускать свои, скажем, деньги под собственные задачи. Сколько хочет. У него нет ограничений. Кроме решения их парламента. Так вот, может быть, нам туда же пойти и заняться все-таки улучшением жизни людей? Да хрен с ним, с этим будущим. Давайте жить хорошо сегодня, как говорят американцы. Полностью я согласен. То есть, реально, вся государственная политика, она должна быть зациклена только на одном. На росте благосостояния. То есть, иными словами говоря, смотреть на изменение ставки рефинансирования, это пока на сегодняшний день таких благ народу пока не сует. Кроме удорожания, повышения цен, дорогих кредитов и отсутствия финансирования реального сектора экономики. Здесь коллега бизнес правильно говорит, что на сегодняшний день бизнес у нас только не хватает, только денег. Они, опять же, этим повышением перекрывают. Ну, невозможно. Я бы не взял не только, а еще ипотеку. Если мы не идем в субсидированную ипотеку, доступ к ней закрыт. 28% мне говорили сейчас при такой ставке ипотеки. Никто ей не пройдет. Она не хочет. Себестоимость куда ложится. Да, на будущее. Оскар, как экономист? На самом деле, многие развитые страны, они проводят другую политику. Вот, допустим, в США инфляция 8%, ставка 4%. В России инфляция 14%, ставка 7,5%. В еврозоне 10% инфляция, ставка 1,5%. То есть они не боятся глубоко отрицательных реальных ставок. То есть они понимают, что нужно стимулировать собственное производство. Как его стимулировать, когда у тебя ставка 16%? У нас просто установка вот этой базы ставки, она неадекватна. Почему так происходит? Кто-нибудь не может? Я вот не могу понять, в какой момент, попадая вот в эту золотую, как говоришь, в слоновую кость и башню, у председателя, вменяемого человека, всегда же вменяемые люди там сидят. Так он говорит, эффект от повышения базы ставки вы увидите через 2 года. Я не хочу через 2 года. Через 2 года. Ну как это можно вообще говорить? Жаль, в эту пору чудесную. Жить не придется ни мне, ни тебе. Его, понятно, уже к тому времени не будет. Конечно. Никто не будет за это отвечать. Выход какой? Давайте коротко. Какая-нибудь есть предназначение? Надо менять мандат Национального банка. То есть закреплять ему задачу по стимулированию экономического росту. Депутаты. Вы можете поменять мандат Национального банка? Ну то есть собраться и сказать, вы теперь отвечаете за рост экономики? На сегодняшний день наша ситуация такова, что щука рак лебедь. То есть правительство в одну сторону, назван в другую сторону. Пока не управляется. Надеюсь, что с новым парламентом это будет возможно. Я надеюсь, что новый парламент будет зеленкой заливать председателя Национального банка, если он там будет. Есть предложения какие? Ну кроме вот, что делать в этой ситуации? Объединиться. И всеми усилиями, какими-либо обращениями, петициями, но чтобы воздействовать на тот же мажорист и чтобы довести до президента. Не знаю, какую-то сдать со стороны президента установку председателя Национального банка. Он не подчиняется. Вы будете уделены. Председатель Национального банка не охотенно назначается президентом, но не подчиняется им. Не знаю, но у меня позиция такая, что вот это прекратить нужно бестолковую вот эту вот показуху с базовой ставкой. Все, ее закрепить на конкретном нормальном уровне, а работать уже с инфляцией со стороны... Все, мы считаем, что надо что-то менять в нашей денежно-кредитной политике, потому что в конечном итоге платим и платят за чье-то богатство, а мы будем говорить, что это банки и в первую очередь Народный и Джусанбанк. Мы платим. Из наших денег плодится сущая безнадобность. Всего доброго. Это был Кривошеев Лайф. Встретимся уже через один день.